Музыкальный вернисаж 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 любимому краю. И гостям, и жителям. И гостям, и жителям, конечно. Подарок замечательный сделайте. Да, да, можно так сказать. Итак, первая встреча состоится 2 сентября. Первая встреча состоится 2 сентября, буквально в первое воскресенье этого месяца, и она приурочена к тому, на мой взгляд, уникальному событию, которое 1 числа состоится в Приморской картиной галереи. Это большая выставка работ Карла Брюлова, выдающегося великого русского художника, который прославился не только у нас в стороне, но и за рубежом. И, как вы помните, классик сказал, и стал последний день Помпеи для русской кисти. Первый день партнеры Приморской картиной галереи, Русский музей, привозят сюда, во Владивосток, довольно большое собрание его работ, и не только работ Карла Брюлова, но и его учеников. Это действительно такая заезженная фраза, тривиальная, что редко у кого есть возможность отправиться в Санкт-Петербург, пойти в русский музей, посмотреть. Тем не менее, это правда. Это правда. И вот теперь можно сказать, что у вас, уважаемые друзья, у жителей Владивостока и у жителей Приморского края есть возможность увидеть действительно очень серьезные, очень качественные, замечательные по своей красоте, одухотворенности, легкости работы Карла Брюлова. Конечно, наверное, самая известная его картина, собственно говоря, которая его прославила, это «Последний день Помпеи». Разумеется, она находится в постоянной экспозиции Русского музея, но приедет ее эскиз, довольно большая работа, по которой автор написал свою картину «Последний день Помпеи» и много разных других, совершенно уникальных. Я вот буквально вчера коллеги из «Приморской картины галереи» показали мне список тех работ, которые будут. И я сидел, это четыре листа, это довольно большая коллекция. Так вот, я сидел и восторгался, потому что я эту картину знаю, эту картину знаю, и совершенно было удивительно, что такая... Что удалось привезти. Да, и здесь надо сказать, конечно, огромное спасибо Алене Алексеевне Доценко, потому что она уже делает не один такой классный, я бы сказал, проект. Совсем недавно был Айвазовский, теперь вот Брюлов. Это такое довольно редкое сочетание с одной стороны понимания художественной ценности, а с другой стороны умение качественно организовать и административный, и творческий процесс, потому что это не только искусствоведческая работа, но еще и недюжинная менеджерская работа. Поэтому вот это такое умение, которым владеет Алена Алексеевна Доценко, но кроме того, она красивая женщина, это тоже приятно всегда. Вот, поэтому это действительно замечательный, на мой взгляд, проект, который должен, должен быть подарком для всего города. Более того, я хочу в дополнение к вашему замечательному ответу сказать также спасибо Приморской картинной галереи за все ее проекты. Вы совсем недавно снимали там Васильева. Да, вот, как раз буквально вчера также у нас был эфир по поводу, в продолжении темы, скажем так, как раз мы говорили о коммуникативности, то, что многие проекты, в том числе коммуникативные, вот, музыкальный вернисаж также станет первый музыкальный вернисаж этого сезона, продолжением темы Брюлова как раз, как вы говорили. Мы долго думали с Аленой Алексеевной, она мне сказала, вот, у нас в сентябре будет, в августе в сентябре будет выставка Брюлова, я говорю, давайте сделаем клуб, который посвящен вот его друзьям, что он ведь был центром таким довольно широкого круга разных людей. Его друзьями был и Гоголь, и Пушкин, и Михаил Иванович Глинка, и многие другие художники, и Щепкин. Одним словом, это такой вот целый пласт культуры начала 19 века. И Алена Алексеевна эту идею поддержала, но что уж говорить, вот, в Приморском крае, во Владивостоке много этнических украинцев, да, но, наверное, им неизвестно, что национальный украинский поэт и писатель Тарас Григорьевич Шевченко, он ученик Карла Брюлова, и Шевченко жил в мастерской Брюлова первое время, когда он переехал в Петербург, поэтому целые, такие, знаете, цепочки отсюда, или ручейки стекаются в этот вот океан безбрежный, который называется Карл, великий Карл Брюлов, вот, поэтому такая программа, она вот появилась, я ее сейчас дорабатываю, поэтому я думаю, это будет интересно. С одной стороны, да, находясь в пространстве этих великих полотен, которые приедут сюда из Санкт-Петербурга, слушать о Брюлове, а с другой стороны, слушать не только о Брюлове и об истории этих картин, но слушать о той среде, в которой жил и работал, действительно, великий русский художник, и, пожалуй, тот художник, который первым прославил вот изобразительное искусство нашей страны, во всем мире. Да, это безумно интересно рассматривать любой вид искусства в контексте, например, там, литературы, музыки и так далее, и так далее, и так далее, потому что, конечно, так ты гораздо более полно можешь оценить и понять этот самый вид искусства. Я хочу немножко отойти от темы предстоящих лекций в рамках проекта «Музыкальный вернисаж» и попросить вас, как постоянного ведущего, как автора этого проекта, подвести, простите, некий итог тех трех предыдущих сезонов. Все-таки наверняка стали больше люди знать о проекте, стало больше публики. Проведите сейчас вот нам некий анализ пользы, актуальность этого проекта. Вы знаете, публика действительно меняется. Радостно, что она молодеет, что довольно много теперь приходит молодых людей. Я хотела об этом спросить. Это и молодые семьи, они приходят с детьми. Это не всегда, может быть, нравится другим почитателям изящных искусств, потому что дети у них свои какие-то потребности, активности, да. Но дети разные бывают. вот есть одна моя такая юная, или совсем, как это сказать, юная подруга, которая ходит, ей три года. Вот она ходит вместе с мамой, она молчит, она внимательно слушает. Иногда она может позволить себе что-то рисовать. Но это только приветствуется. Да, это только приветствуется. Ну, это же развивает. Конечно. Есть другой совершенно очаровательный мальчишка, он мой тезка, его зовут Саша. Он не всегда спокоен, но мы исходим с того, что все равно вот даже в каких-то там его играх и забавах он все равно слышит хорошую музыку, слышит какие-то истории о художниках, и все равно это как-то у него остается на подкорке. Но самое замечательное, что эти родители, они уже вот сейчас понимают, что нужно воспитывать и просвещать своих детей. Это самое прекрасное. Надо сказать, что публика меняется. Она, как бы сказать, ну вот видимо какая-то часть, кто-то ходит на темы, конечно, кто-то ходит на просто на этот формат, потому что я вижу, что люди, вот там, грубо говоря, еще два месяца назад они пришли, они с друг другом не здоровались, а теперь они уже встречаются, и до начала они обмениваются какими-то впечатлениями, говорят о том, что вот нужно сходить на тот концерт или на ту выставку. И вот это и есть то, ради чего создавалось этот проект, когда, я уже с этого начинал, собственно говоря, когда формируется вот сообщество любителей, почитателей изящных искусств, которое было во Владивостоке в начале века этим занимается вот так вот серьезно, скажем так, с академических, если хотите, позиций, этим занимается заместитель директора картины галереи Светлана Сергеевна Руснак, вот она держит, так сказать, эти исторические сведения, она формирует, она знает это точно, как развивалось, это называлось, общество любителей изящных искусств в Владивостоке, вот. А мы же делаем такую маленькую, может быть, толику этого, и таким образом формируем разные, разные группы. Я хочу еще сказать, что это тоже довольно любопытно, что я предлагаю, постоянно предлагаю участникам нашего клуба, ну, как бы сказать, инициировать свои темы. Вот. Они по-разному на это реагируют, кто-то предлагает какие-то темы, мы стараемся эти пожелания учесть, так или иначе, может быть, затронуть, а кто-то говорит, да, вы знаете, нам не важно, какая тема, главное, что вот у нас есть возможность прийти в картинную галерею, послушать музыку, посмотреть картины, и это удивительно и очень приятно. То есть, публика абсолютно разная, я так поняла, что есть уже постоянные участники, безусловно. а есть люди, которые приходят, ну, вот, например, они пришли, потом их какое-то время нет, а потом они снова пришли. Наверное, трудно объяснить до конца точно, почему вот такая вот, может быть, какая-то несистематичность, но, наверное, это связано со временем, да, может быть, это связано с темой, кому-то это вот произведение или этот автор совершенно не интересен. Поэтому здесь трудно что-либо сказать, ну, знаете, как сказать, был такой замечательный американский продюсер российского происхождения, его звали Сол Юрок, он возил в Америку всех звезд, Майю Плесецкую, Вишневскую, всех советских звезд, и он говорил, что если публика не идет, ее не остановить. Вот я радостно должен заметить, что, слава богу, публика идет, и не хочется ее останавливать. Более того, мне кажется, здесь очень выигрывает клубный формат, потому что лекций сейчас немало, в принципе, есть, конечно, не таких масштабных и интересных, но можно пойти там, в том или ином месте, получить какую-то информацию, но здесь ее можно и обсудить. Да, это самое важное. Это самое важное, мы к этому стремимся. Это не сразу начинает работать, ну, потому что, представьте, вы приходите в помещение, сидит там 40-50 человек, совершенно вам неизвестных, и не каждый решится вот так вот встать и что-то сказать. Но вот со временем, по мере того, как люди внедряются, что ли, в это пространство, по мере того, как они уже становятся, ну, не знаю, друзьями смотрителей, ведь в музее очень важна эта профессия, профессия смотрителя зал. Вот они становятся уже с ними друзьями, они их приветствуют. Это создает вот такую атмосферу, в которой действительно уже люди высказываются, спорят, обсуждают. Это замечательно. Нет барьеров, продолжается и растет интерес, это очень здорово. Да, спасибо. Александр, давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о проекте «Музыкальный вернисаж». Александр, у меня к вам еще один вопрос не в тему, так сказать, предстоящего сезона, а в тему прошлого, прошедших, трех даже сезонов. Не так давно был, все мы знаем, чемпионат мира по футболу. Так вот, насколько мне известно, я подглядывала за вами в одной из социальных сетей и видела, что вы также читали лекцию в рамках музыкального вернисажа о том самом футболе. Да. Мне интересен очень контекст этой встречи. Ну, я, это довольно симпатичная история, потому что Министерство образования и науки Российской Федерации, тогда оно еще так, кажется, называлось, вот, а оно инициировало цикл, вернее, оно предложило преподавателям разных вузов нашей страны прочитать лекции про футбол. И это были разные темы, менеджмент футбола, психология футбола, история футбола. Ну, а поскольку я имею честь работать в Дальневосточном федеральном университете, я увидел вот такую инициативу и решил на нее откликнуться. Подхватили сразу. Да, потому что мне вообще давным-давно хотелось сделать лекцию про Александра Дейнека. Это замечательный советский живописец, который очень много творил именно на спортивную тему, и в том числе на футбольную, разумеется. И мне было это, вот прежде всего, это интересно. А потом, когда я начал эту историю раскапывать, я понял, что это совершенно довольно большой пласт, потому что в Советском Союзе вот в 30-е, 40-е годы, 50-е, футбол была, ну, очень популярная игра, и очень многие и художники, и композиторы в этом пространстве, в этой теме работали. И получился такой вот, такая вот лекция, посвященная, такой рассказ, посвященный вот этой тематике. Мы рассказали о разных художниках, которые занимались этим. Была отдельная история, это Шостакович, потому что он был, наверное, самым большим фанатом среди композиторов в футболе. Это, конечно же, история легендарного футбольного марша, которым открываются все соревнования. И помимо того, что эта встреча прошла в картинной галерее, друзья мои, партнеры из учебной телевизионной студии Дальневосточно-федерального университета, Антон Бубновский, мы записали эту лекцию в ДВФУ, и вот она есть на канале Вилла Папируса в Ютубе, желающие могут посмотреть. И не только она. И не только она, там есть и другие лекции, другие рассказы, но там уже больше все-таки лекционный формат, потому что там слушают студенты, и там это более в таком академическом, что ли, стиле. Поэтому, но само содержание, оно, конечно же, там не меняется. Но есть, и наши зрители могут посмотреть это и в Ютубе. Предлагаю все-таки вернуться теперь наконец-то к проекту, к четвертому сезону. Будет также встреча, которая будет называться «Что вы думаете о солнце?» А вот вы что думаете о солнце? Ой, несмотря с какой стороны взгляну. Ну вот неважно, это же такой вопрос на ассоциации. Что вы думаете о солнце? Счастье. Видите? Замечательно. Да, действительно, во Владивостоке, мы это с вами знаем, было очень много разных людей. Вот даже когда к вам поднимаешься в студию, некоторые из этих легендарных личностей можно увидеть в коридоре фотографии, я имею в виду, не персонал. И здесь неделю был выдающийся великий советский композитор Сергей Сергеевич Прокофьев. Он описал об этих днях своей жизни очень подробно в своем дневнике. И надо сказать, что преимущественно Владивосток на Прокофьева произвел очень хорошее впечатление. Он пишет там дословно буквально впервые после долгих лет холодного и голодного Петрограда я приехал в город где есть сладкие булочки и сахар на них блестит как бриллиант. Владивосток Прокофьеву очень понравился. Единственное, здесь было сложно он получал японскую визу, потому что он же эмигрировал из страны. Но мне показалось это таким замечательным поводом рассказать о той культурной среде, куда попал Шостакович. А там он вспоминает о Бурлюке и о многих других деятелях, которые существовали и работали в то время во Владивостоке. И вот а с собой он возил так называемую деревянную книгу. Это был такой альбом, для которой он заказал деревянную обложку, чтобы он был надлежащим ценным. и он просил всех своих выдающихся современников написать, ответить вот на этот вопрос. Что вы думаете о Солнце? Это и Шаляпин, и Бурлюк, и многие-многие-многие другие. И поскольку Владивосток солнечный город, и поскольку Прокофьев солнечный композитор, как его принято называть, вот мне показалось, что эта тема могла быть очень интересной именно в контексте Прокофьев, его современники и Владивосток. Вот в таком сочетании. И Прокофьев во Владивостоке, потому что, мне кажется, эта тема ну не до конца освещена, не каждый житель Владивостока об этом знает, а ведь это же очень интересно. Это же очень интересно. Вообще очень интересно, я так понимаю, вы стараетесь при возможности связывать Владивосток с некой личностью, о которой вы рассказываете. Тем более в преддверии таких событий, как 80-летие Приморского края. Это всегда здорово. Это очень важно. Понимаете, какая штука? Здесь в этом нету такого как бы кокетства и заигрывания с городом, потому что город Владивосток, он, мне кажется, вот в таком кокетстве и заигрывании совершенно не нуждается. Невероятная самодостаточность, цельность у этого города, у нашего города. Поэтому здесь нету, знаете, как все, когда приезжает какая-нибудь звезда, все задают вопрос, как вам в нашем городе? И когда он говорит, ой, это прекрасно, это восхитительно, нет ничего лучше, Монте-Карло, Париж, Ницца, это все ни с чем не сравнится, чем Бобруйск. Бобруйск самый лучший город на земле, а Ницца вообще... И все так открывают рты и верят. Это понятное дело. С одной стороны, провинциализм, провинциальность такая, с другой стороны, вот заигрывание с публикой. Я против этого категорически. Мне хочется максимально объективно и точно показать все-таки, какая была взаимосвязь. Да, Прокофьев здесь ничего не написал. Да, потом, в дальнейшем творчестве Прокофьева, Владивосток никак не всплывал, да, в отличие от того композитора Киприота, который написал якобы симфонию про Владивосток. Это не симфония, но это приятно. Нам же с вами приятно, что Владивосток вошел в число таких городов, как Лондон, там у Гайдена были лондонские симфонии, Бранденбург, потому что у Бетховена, а у Баха есть Бранденбургские концерты, Ленинград, потому что у Шостаковича есть Ленинградская симфония, а тут еще и Владивосток. Но важно другое, что Прокофьев приехал сюда, когда здесь существовала особая совершенно атмосфера, когда были футуристы, был бурлюк, и кипела своя творческая жизнь, очень интересная, которая его удивила, ошеломила. И вот об этом нужно говорить. Нужно говорить о том, что Владивосток для очень многих был какой-то такой важной точкой. К Солженицыну можно относиться по-разному, но тем не менее, все-таки это первая точка, где он вступил на русскую землю. Для Прокофьева это было прощание с Россией, потом он, конечно, вернулся. Вот об этом каком-то таком, извините меня за это слово, но может быть сакральном, метафизическом значении нашего с вами города. Об этом, может быть, имеет смысл говорить. В четвертом сезоне будет не свойственная музыкальному вернисажу встреча, встреча о современном искусстве. Это не совсем о современном искусстве, это скорее связано с современностью, о том, как произведения искусства живут в современном мире. Мы так вызывающе назвали искусство энд ко, о том, как, если хотите, как ко, вот самые эти компании паразитируют на том, что было когда-то создано великими. Я, как бы это сказать, ну, мы с вами слышим, во многих рекламах звучит классическая музыка, и она нас не раздражает. Это значит что? Это значит, что все-таки, что классическая музыка, что она скучная, грустная, печальная, она нам не нравится, это все-таки неправильный стереотип. А с другой стороны, насколько уместно произведение искусства, созданное для того, чтобы превозносить человека, очищать его душу, использовать в совершенно коммерческих целях. Вот на эти какие-то такие вопросы я предлагаю совместно найти ответы на это. Очень интересная тема, замечательная. Спасибо вам за это. Спасибо вам вообще за такой проект «Музыкальный вернисаж». Я уверена, что четвертый сезон будет не менее интересным, чем три предыдущих, что придут новые гости и станут постоянными участниками вашего клуба. К сожалению, нам пора заканчивать наш разговор, и мне бы очень хотелось, чтобы в завершении нашей программы вы, Александр, как автор и ведущий проекта, все-таки еще раз пригласили гостей в клуб «Музыкальный вернисаж». Я, во-первых, благодарен вам и вашему замечательному каналу, с которым мы так прекрасно сотрудничаем. Я действительно приглашаю от имени Приморской государственной картинной галереи, уважаемые друзья, приглашаю вас, во-первых, обязательно посмотреть на шедевры великого живописца Карла Брюлова. Ну, а если вас этот человек заинтересует, приходите 2 сентября в 12 часов, Олеутская, 12. Ну, найдите время для встречи с прекрасным. Спасибо огромное, Александр. Спасибо вам. Спасибо, что пришли к нам. Да, всего доброго. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова